Всем привет! С вами Олег, канал Береглаб. Работаем с картами, смотрим землетрясения за последние сутки. Всего произошло 267 аж землетрясений, что значительно выше нормы, магнитуды 2 и выше. И, в общем-то, с чем это можно связать? Вроде бы как геомагнитная обстановка в зеленой зоне, но на Солнце была вот дыра, как раз вот, которая от Южного полюса отходила. Вот вам эффект этой дыры. Понимаете, вот дыры на Солнце, они каким-то вот четким влиянием оказывают на сейсмическую активность. Вот мне сам этот механизм не понятен, но это работает. Ладно, давайте подробно смотреть. В Атлантическом океане на севере вроде бы как спокойно. Здесь у Азурских островов двоечка есть, у Канарских островов. Смотрите, опять серия продолжается. Здесь у Гибралтара 3.0, вот глубина всего 3 километра. Также двоечки вот здесь есть по Испании разбросанные. Так, здесь на севере Италии, недалеко от Флоренции 3.0, на глубине 9 километров получается. Так, у нас 3.2 в Греции, здесь на глубине 2 километра. 3.3 тоже там на глубине 10 километров, правда. Далее в Эгейском море у нас 3.3 на глубине 40 километров, 3.1 на глубине 15 километров происходит. И 3.3 вот здесь у Додеканоса на глубине 2 километра. Так, здесь тоже Додеканос 3.1 на глубине 9 километров. Ну, Днисирис мы уже давно разбирали, но смотрите, как вот точно все продолжается. На западе Румынии довольно-таки редкое землетрясение 2.5 на глубине 3 километра. Так, теперь смотрим, что здесь у нас в районе Кавказа. В Армении у нас 3.2 произошло на глубине 2 километра. Вот, на юго-восток от вулкана 0.104-0.5. Ну, могли бы уж дать какое-то название, что-то уж прям. В регионе Турция, значит, здесь 3.1 на глубине 13 километров, на юг от вулкана Гирикол-Тепел. Так, давай теперь переходить в Среднюю Азию. Посмотрим, что здесь у нас в Таджикистан 4.5 на глубине 114 километров. И смотрим, Монголия у нас здесь 3.7 дает на глубине 10 километров. У Псуголы 3.3 там же на глубине 10 километров. И прямо в Байкале, Республика Бурятия 3.1 на глубине 10 километров. То есть, отсюда энергия никуда не уходит. Смотрим теперь Оливудские острова. У нас здесь 3.8 глубина 10 километров. У Северных Курил 4.9, почти пятерка. 51 километр глубина. У Японии по Востоку здесь 4.4 у Хоккайдо. У Кан, Акан здесь глубина 61 километр. А здесь глубина 43.9, 3.8, 60 километров. У Токио тоже почти пятерка глубина 84 километра. Смотрим на юг теперь. Здесь у Японских островов 28-46 километров. Здесь две троечки Центральной Филиппины. И смотрим, здесь вот такая вот целая серия происходит у вулкана Поко. Из троек очень бурно, мощно здесь наблюдается. Вообще активация происходит, хочу сказать, на Филиппинах. И вот в районе Сулавеси, смотрите, тоже очень бурно. Все 5.2 в Малукском море, 53 километра. И здесь еще две четверки 4.1 на глубине 10 километров. И 4.0 на глубине 255 километров. Ближе к Сулавеси здесь 4.1 у вулкана Том-Коко. Глубина 10 километров. Потом здесь еще много троечек. И вот еще 4.6, глубина 179,6 километров. И довольно-таки большое количество троек здесь происходит. У Западной Папуа, восточной Индонезии, но ближе к Западной Папуа, здесь 5.3 на глубине 10 километров. Две тройки на севере Папуа у нас, в море Панда 4.3, глубина 383 километра. И вот здесь вот восточной 4.6 на глубине 35 километров. В море Флорес троечка наблюдается, двоечка около Джакарты. Индонезия, тут здесь у нас Суматра. Значит, получается 3.6 на глубине 11 километров. Недалеко от вулкана Сеолова-Хагам. Вот. И там же у нас получается глубина 11 километров. Так. Ну что, едем дальше. Смотрим. Западная Австралия. Нехило тогда. Я, кстати, смотрел какую-то статью на прошлой неделе. Они утверждали на полном серьезе, что в Австралии невозможно землетрясение, потому что там нет стыков тектонических плит. Ну вот, ребятам, объясните, почему здесь землетрясение произошло на глубине 10 километров. Также Фиджи. Здесь в сторону Уоллеса и Футуна. Здесь 5.6 на глубине 421 километра. Сверхглубокая. И вот в зону Кермандек входит 5.7 на глубине 10 километров. Также в районе Новой Зеландии самой неспокойно. Здесь продолжаются троечки. Здесь глубокие, здесь неглубокие. В самом центре 3.3 на глубине 127 километров. И у Южного острова здесь 3.6 на глубине 10 километров. Так, давайте пролетим над Африкой, посмотрим. Над Африкой вот здесь только на востоке, получается. Рядом с Йеменом в Адонском заливе 4.5 на глубине 10 километров. Так, теперь смотрим Канаду. Ну, ничего нет, особенно на Аляске. Здесь у Анкориджа 4.0 на глубине 42 километра. И 4.1 на юг, глубина 10 километров. 3.2 еще вот здесь на полуострове. Так, на Гавайях все, в общем-то, в той же паре. Но, смотрите, Килауэ дает 3.5 уже. Потихонечку идет рост. Рост идет, да. Так, что отрицать это невозможно. 3.0 вот еще 42 километра. Также вот интересная здесь серия сместилась, да, если было раньше Орегон. Прошла через Калифорнию энергия. Вот здесь, кстати, 3.2 у Лонг-Вэлли. Еще на глубине 5 километров. И вот здесь Солтан-Си, да, ладно, да, крупную серию, вот, которая продолжается. Теперь вот автошоком и 3.6 на глубине 7 километров. Ну, троечки в основном. Тройки, двойки здесь сыплется. А в Оклахоме тоже две двоечки. Так, в Мексике. Здесь, получается, парикутин. Все в том же месте. Четверки, тройки, пожалуйста. Глубина неглубокая. Небольшая. Так, 3.7 вот здесь вот в Мексике. 3.3 трамп. Там же и 4.0 уже в океане на глубине 16 километров. У Никарагу здесь происходит 4.5 на глубине 139 километров. 4.4 к западу от Коста-Рики. На юг от вулкана Ринкон до Лавьеха. И у Панамы здесь вот 3.4. Так, 3.3 тройки вот здесь по северу от Пуэрто-Рико. Даже ближе к Виргинским островам. Здесь 3.9 на глубине 143 километра произошло. Здесь 30 километров троечка. Здесь 29. И 3.1 у Доминканской республики. Здесь 23 километра. Ну, видно, что уровень энергии здесь, в общем-то, большой. Поэтому все развивается и растет. 4.2 вот здесь вот рядом с Эквадором на глубине 102 километра. 4.7 со стороны Аргентины. Глубина 17 километра. 117 километров. Нет, 217. 217. Так, и вот здесь вот в среднем Чиле у нас получается у Кокинба 4.3 на глубине 4 километра. Вот. И 3.6 еще 68 километров. На запад от Сантьяго здесь тоже целая серия. У Вольпа-Раиса происходит. Но в основном троечки. Глубины небольшие. 3.2 вот здесь вот в океане. Глубина 27 километров. Так, ну что, посмотрим давайте на юг здесь. И здесь у нас в Сэндвичевых островах. Островов рядом с вулканом Тули Айлендс происходит 4.8 на глубине 10 километров. В общем-то, есть здесь рост активности тоже. Так, ну что, давайте подводить итоги. И в чем же связано такой рост резких количеств землетрясений? Я думаю, связано с тем, что все землетрясения носят такой фокусный характер. И очень много автошоков сейчас наблюдается. Вот. Мы видим прям колоссальное количество автошоков. Вот. Ну и плюс крупные землетрясения тоже случаются. Доходят вот до уровня 6. Дальше большое количество пятерок, либо около пятерок землетрясений. Вот. Так вот этим можно объяснить. Ну и гораздо более красная стала карта. На это надо обратить внимание. Ну что, на этом все. С вами был Алекс, канал Березлаб. Отличное упражнение.